Санкционка не пройдет. В Нервингре уничтожили 128 килограммов польских груш. В Алданском районе отмечается рост простудных заболеваний. Большинству заболевших ставится диагноз ОРВИ. Секреты активности ветеранов в Алёквинском районе. Смотрите далее в нашей программе. Добрый день. В эфире новости в студии Василия Раченко. Санкционка не пройдет. В Нервингре уничтожили 128 килограммов польских груш. Напомним, продукты этой страны запрещено ввозить в Россию. В Якутию груши попали из Биробиджана. Сопроводительных документов на груз у водителей не было. Лишь на подпись. Подпись на этикетках «Импортер Беларусь». В итоге 10 коробок с санкционными продуктами раздавили бульдозером. За 16-17 год мы взяли и уничтожили 1648 килограмм санкционной продукции растительного наслаждения. Мы приезжаем. Надо смотреть при выгрузке с автотранспорта, железнодорожного транспорта. Если выявляем санкционную продукцию, мы проверяем с перечнем стран, которые запрещены к ввозу на территории РФ. В Алданском районе отмечается рост простудных заболеваний. Об эпидемии, однако, речь не идет. Эпидпорог не превышен. Большинству заболевших ставится диагноз ОРВИ. Каковы основные симптомы инфекции и можно ли минимизировать риск заражения в нашем сюжете? Температура до 39 градусов, боль в горле, кашель, насморк. Такие симптомы наблюдаются у большинства обращающихся в поликлинику алданцев. Эпидемиологи отмечают рост заболеваемости ОРВИ. Основную долю составляют дети, посещающие детские сады и школьники. На сегодняшний день заболеваемость в Алданском районе среди детского населения гриппом ОРВИ не превышает эпидемиологического порога. Основные симптомы, с которыми к нам обращаются дети, это повышение температуры тела выше 38 градусов, явление общего недомогания, боль в горле. Эпидемиологическая ситуация не критическая, однако напряженность не ослабевает. Пик сезонной заболеваемости прогнозируется в феврале-марте. Об отмене занятий в школах речи пока нет, однако в учреждениях образования ведется ежедневный мониторинг. Если будет превышать численность заболевших в отдельном классе или в отдельном образовательном учреждении свыше 20%, будет незамедлительно введен карантин. На сегодняшний день карантины не вводились. Можно ли уберечься от простуды? Меры профилактики делятся на специфические и не специфические. К первым относится прививочная кампания. Вакцинацией было охвачено 90% детского населения. Прививка не гарантирует стопроцентную защиту от гриппа, однако она облегчает течение болезни и минимизирует риск осложнений. Тем, кто не посетил прививочный кабинет, остается уповать на не специфические меры профилактики. Неспецифические меры профилактики, конечно, это влажная уборка помещения, проветривание помещения. Рекомендуем больным ношение индивидуальной маски защиты. Вирусные инфекции опасны осложнениями. В первую очередь урон наносится почкам и сердцу. Медики призывают не заниматься самолечением, а при первых признаках простуды обращаться к врачу. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алдан. Министр спорта России Павел Колобков обвинил Международный Олимпийский комитет в нарушении собственных правил. По его словам, комитет нарушил свои же нормативные акты, отказав в приглашении на Олимпиаду россиянам, оправданных спортивным арбитражным судом. Олимпийский комитет руководствуется своей хартией и там говорится о том, что решение суда является основным и главным решением и комитет должен признавать решение суда. Это заявление Международного комитета странное. Оно нарушает свои же нормативные акты. Это скажется на Олимпийском движении в целом. Между тем, запрещенный Международным Олимпийским комитетом флаг России, корейцы пронесли в аэропорт для того, чтобы встречать нашу сборную. Напомним, что данный поступок запрещен Международным комитетом и считается преступлением. Российской сборной запрещено выступать под национальным флагом и комментировать решение комитета. Флаги пытались запретить даже в комнатах в Олимпийской деревне, но жителям Кореи комитет этого запретить не может. Чем они, в свою очередь, и воспользовались. Местные СМИ отмечают, что таким образом корейцы выражают свое неравнодушное отношение к спортсменам из нашей страны. В правительстве Якутии отрабатывается вопрос комплексного инвестпроекта электроснабжения Вилюйской группы Улусов. На данный момент предусмотрено строительство новой линии электропередач «Мирный Сунтар-Нюрба» с подстанцией 220 кВ «Сунтар и Нюрба». По ранее заключенному соглашению разработка бизнес-плана и финансовые модели комплексного инвестиционного проекта электроснабжения Вилюйской группы Улусов и Накынского месторождения компании «Алроса» должно быть завершено в первом квартале текущего года. Фонд капитального строительства республики продолжает реализацию региональной программы на 2017-2018 годы. О состоянии программы капремонта в Нерюнгринском районе на сегодняшний день в следующем сюжете. Ремонты выполнены по 30 конструктивам в 12 многоквартирных домах района. Это работы по утеплению швов и стен, окраске фасадов, замене окон в местах общего пользования, капитальному ремонту кровель. Материалы, применяемые на объектах капитального ремонта российского производства, сертифицированные и высококачественные. Здесь мы наблюдаем подрядную организацию, которые значительно отбились от графика производства работ. Но мы делаем все возможное, чтобы закончить работы в срок и не доставлять собственникам многоквартирного жилья неудобства. В Нерюнгринском районе завершена реализация пилотного федерального проекта по замене лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации в рамках региональной программы капитального ремонта 2017-2019 годов. В 66 многоквартирных домах района были заменены 149 лифтов. Ожидание было, конечно, долгим. Я как человек, который два месяца ходил пешком на 10 этаж, говорю, но это стоило того. Лифты замечательные. С музыкой, которую, кстати, жильцы просят не отключать, хочется, наверное, продлить ощущение праздника. Заканчиваются работы общестроительного характера на некоторых лифтах. Монтажные организации в ближайшее время обязуются полностью завершить работы и предоставить всю необходимую исполнительную документацию. Екатерина Павлова, Айя Ломосов, Нерюнгрин. О Валросе об экологической безопасности думают уже давно. Недавно в компании появился Единый экологический центр. Работы предстоит немало. Только в 2018 год выделили больше 5 миллиардов рублей на охрану природы. Какие задачи стоят перед сотрудниками нового экоцентра, расскажут наши коллеги. Вопросам экологии Алроса всегда уделяла особое внимание. На охрану природы в «Алмазном гиганте» не жалели и выделяли миллиарды рублей. Но до недавнего времени в подразделениях компании вопросы природоохраны курировали разные специалисты. Это было не совсем удобно. Поэтому в «Алросе» создали Единый экоцентр. У нас работы очень много. Необходимо собрать еще информацию, которая была в структурных подразделениях, систематизировать ее, собрать у себя архивы. То есть вот эту вот общую систему, которая нам позволит уже дальше работать, сделать ее более структурированной. Новая структура заработала с февраля этого года. В нее перевели специалистов, отвечающих за охрану окружающей среды, из всех подразделений компании. Они займутся разработкой экологической стратегии для внедрения ее в общую стратегию развития «Алроса». В компании говорят, задачи сокращения штата не ставили. Главное – выработать новый принцип работы в природоохранном направлении. Мы не шли по пути минимизации численности. Наоборот, перед нами стоят большие границы, большие задачи, то есть для реализации которых, конечно, нам нужен достаточно мощный человеческий ресурс. Работы будет много. Это подтверждают и цифры. Только на 2018 год на охрану окружающей среды в «Алросе» выделили больше 5 миллиардов рублей. Новый центр будет взаимодействовать и с Мирненским комитетом охраны природы. Вся работа, качество работы, все улучшится положительно в сторону. И быстро будут внедряться новые технологии в охране окружающей среды. И снизится уровень негативного воздействия на окружающую среду. Чтобы этого достигнуть, ставку решили сделать на эффективную работу каждого эколога. С четким разграничением обязанностей. Необходимо четко определить функционал каждого направления. Потому что раньше, например, в структурном подразделении был один, максимум два эколога. И они занимались всем и вся. На сегодняшний момент мы делаем ставки именно на персонализацию. В «Алросе» надеются, теперь работа экологов компаний станет более эффективной. «Мы, конечно, ожидаем о том, что снизятся риски, связанные как раз с нарушениями в области охраны окружающей среды. Позволят нам более мобильно отслеживать всевозможные изменения, связанные как с законодательством, так и на производственных площадках, внесение изменений в разработку уже нормативных разрешительных документов. Поэтому эта вот скорость и эффективность как раз в части реагирования». Единый экологический центр «Алроса» теперь находится в Институте Якутни про Алмаз. Новые задачи предстоит решать 29 специалистам. Марфа Яковлева, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В Якутске открыли обрядовый зал коренных малочисленных народов Севера. В нем будут проводить обряды рождения ребенка, женитьбы и другие. Создание помещения инициировал Государственный театр «Гулун». Он работает с 2014 года. Все это время он знакомит всех желающих с культурой, кухней и обрядами народов Севера. Также артисты представили несколько успешных премьер. «Наши гости будут ознакомиться не только культурой или обрядами, но и национальной кухней, и национальной одеждой, и национальными играми». А открытие зала приурочили к презентации новой книги повара Иннокентия Тарабахова «Вкус Арктики». В нем вошли лучшие рецепты национальной кухни народов Севера. Это паштет из чира. И здесь, в этом столе, мы видим паштет из чира из омуля. Значит, любой рыбы из головы можно подготовить, приготовить такую нежную, такую питательную, и такую, самое главное, его можно давать детям. Потому что в них сохраняется калий, кальций и все витамины жирорастворимые А, Д и Б. Не отставать от жизни, сохранить активность и быть полезным. Под таким девизом в течение многих лет собираются ветераны Олегминского района. О секретах долголетия и воспитании патриотизма молодому поколению в сюжете наших коллег. И кто придумал, что возраст в золотом периоде – это домашние тапочки, пирожки и посиделки с внуками? Неверный стереотип, потому как именно этот возраст дает огромное преимущество. Ты свободен от повседневной рутины и, наконец-то, можешь посвятить время тому, что всегда было интересно. Общение, новые задачи, веселые вечера и обязательно, обязательно активное участие в жизни. Так форум ветеранов в селе Олегминское собрал группы со всего района. Несмотря на сложную дорогу, приехали даже отдаленные на слега. Место нашлось всему – смеху, дружеским встречам и важным вопросам. Самый интересный момент у нас – это воспитание подрастающего поколения. Вот, испокон веков, вот это у нас, как говорится, у нас же проблемы сейчас, нынешние проблемы, да. Мы эти проблемы должны решать. Воспитание патриотизма и передача того самого задора молодым вызвала единодушную поддержку. Главный цель – это патриотическое воспитание, что для нравственного воспитания. Самая актуальная тема в наше время. Мне кажется, вообще здорово, что такой форум провели. Тем временем на сцене развернули яркое представление. Фантазии творчеству остается лишь позавидовать. Хочешь праздник – устрой его сам. И главное – не стоит сидеть дома. Движение и оптимизм – рецепт долголетия. Всегда надо веселее ходить, всегда надо беде участвовать, надо свои годы, надо забывать, надо. Я лично это свой пример, я говорю. А так, зачем дома сидеть или где-нибудь там? Всегда надо общество будет всегда быть. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Олег Минск. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова